Здравствуйте! Винтаж-видео в эфире и с вами я, Калашников Против Феста. Значит, первое видео по более-менее уже конкретной работе по винтажу. Проблема в чем? Во времени. Естественно, я делаю ерунду, на которой я зарабатываю деньги, а то, на чем я пока не зарабатываю, я делаю свободно от работы время. Причем не я делаю, а делает операторный Володя. Я только делаю вводную первую, то есть я художественный руководитель, условно, а уже руки не мои это делают. У меня, как вы помните, минимум три работы было в работе, но они и были начаты. Значит, у меня первое это сундук, который бедный никак до ума не доведен по той простой причине, что у меня с кофчиками полгода ребята что-то делают, никак не могут доделать. Поэтому, если кто-то с кованными изделиями всякими, особенно это Украина касается, потому что мне легче с Украиной, хотя, в принципе, с любой страной, я думаю, договоримся. Если цены разумные, нужно сотруднички. Ну, тут вам, так сказать, выбор. У меня всегда под видео есть контакты. Второе. Это вот винный, да. Это начиналось как... Это уже я показывал, мне нет нужды показывать. Начиналось это как винный такой... Не знаю, это жеркаль, вина, еще что-то. Но сейчас это перерисовываю нечто большее, я пока это, так сказать, за занавесом держу. Поэтому тоже путь не близкий. Поменял немножко проект, поменял концепцию, и плюс, опять же, время. Третье. Вообще причина этого видео, это Сергей Букатов. Он как-то сделал стол. Вот. И хоть в Пинтересте очень много подобного, но не в этом дело. Он был отправной точкой, как импульс. То есть я себе написал на корку, так сказать, и вот руки дошли. Дело в том, что это изделие, оно сделано фактически из мусора. Это столешки, как вы видите, столешки столов. Это все в бар пойдет. Вообще я свою работу практически никогда не показываю, вы прекрасно знаете. И я уже устал объяснять почему. Дело в том, что, на мой взгляд, то, что сделано в маленькой деревушке в Италии, или во Франции, или в Швеции, будет всегда дороже, всегда, в разы, чем то, что сделано в маленькой деревушке на Украине, в России или в Белоруссии. Поэтому у меня амбиций абсолютно нет. Я просто хочу делать то, что мне нравится, и зарабатывать деньги. Поэтому я никогда практически ничего не показываю. У зрителя может создаться впечатление, что я человек бездельник, болтун, и мало что умею. Ну, кое-что я все-таки умею. Значит, это изделие, оно сделано из обрезков. Это у меня была простая столярная работа. Лавочки мы делали. У меня остались обрезки. Это когда-то я показывал видео. Значит, этот материал любопытный сам по себе. Показывал видео я в бюро архитектурное, с которым работаю. Делал столы. Значит, что это такое? Это вот сосновый щит, на который... Ну, это продольный срез, вот поперечный. Значит, наклеены вот такие полосочки. Тоже сосны, я так понимаю. Что это за темные такие прожилки, я не знаю. Наверное, клей или что-то такое, какой-то наполнитель. Соответственно, у меня нет риска ссыхания. Этот щит стабильный. То есть, он у меня набран. Он не так. Это не... Это мы уже шахматку сделали. Из кусочка. То есть, ну, я уже повторюсь. Это сделано из мусора. Ну, меня насколько привлек этот материал. Я его видел уже в обработанном виде. Под лаком. Он очень здорово смотрится. Поэтому это был грех даже такие маленькие кусочки выбросить. Поэтому все столешки, они сделаны из мусора. Вот. Значит, ну и по периметру, как известно, у нас дерево ссыхается или расширяется здесь. А вдоль никак не расширяется. То есть, у меня, я думаю и надеюсь, что риск минимальный. Эта столешка куда-то начнет гулять. Все это собрано на домино. Здесь все через домино. Здесь через домино. Здесь. То есть, все это... Все здесь десяточка домино держит. Ну, теперь давайте к самому изделию. Оно еще не отшлифовано полностью. Но общие черты оно уже приобрело. Значит, это столешка. Дело в том, что во Франции столики, за которыми сидят люди, когда ужинают или пьют кофе, они маленькие. Даже это, это еще большой стол. То есть, это большой стол ввиду того, что у нас база, как вы видите, из швейной машинки. В этом есть шарм. Хотя бы потому, что одинаковых баз не будет. У всех шести столов будет свой неповторимый вид. По той простой причине, что они совершенно разные от разных машинок и немножко разных даже не только производителей, но и эпох. Есть постарше, есть поновее. Но они все такие массивные, литые, что дает, на мой взгляд, вот этот вот какой-то значит, особый антураж этому всему. Значит, эти столы, я надеюсь, вам все-таки в готовом виде. Во-первых, я еще одно видео короткое сделаю, когда они уже будут отшлифованы, уже посажены каждый на свои ножки. Я просто сделаю обзорное видео, если кому интересно. Вот. И, естественно, я надеюсь, что и в баре мне... Дело в том, что здесь не дают снимать, но этот бар дружественный мне, бар. Поэтому я надеюсь, что и на месте мы, возможно, уже проданное изделие покажем, как оно в интерьере смотрится. Там я, может быть, буду еще кое-что делать, поэтому вот так. Как вы видите, я тут сделал скругление, такие скосы. Ну, то есть, на мой взгляд, такая форма, она наиболее органично. Вот к этому я специально скруглил здесь. На мой взгляд, плавные обводы, учитывая те линии, которые присутствуют здесь, они более органично смотрятся. Сама столешка будет бесцветным лаком, скорее-то. Поэтому, ну, поэтому сказать мне больше нечего. Я приглашаю всех. Обычно я никогда не говорю подписывайтесь на канал, но, к сожалению, меня прорекламировать никто не может, кроме меня самого. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди проявляли интерес. Это дело пока не коммерческое, хотя, конечно, задумано и как коммерческое, но это для меня, наверное, такая попытка отдушины. Потому что все остальное, что я делаю, все равно связано через деньги и, к сожалению, деньги диктуют мое поведение. Здесь, в конкретном случае, мне хотелось бы попробовать, может, мне не получится ничего, такое у нас время, чтобы деньги все-таки не управляли мной, хотя бы в каком-то сегменте моей деятельности. Ну, то есть, у меня будут какие-то, условно, попытки авторского взгляда. Это еще не будет творчеством в чистом виде, но это будет попытка так отдохнуть от дела. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!